Как строить отношения с Богом? Второй псалом с первого стиха. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Эти пустыни это всегда прообраз каких-то трудностей, каких-то проблем, каких-то временных, временного какого-то неустройства. И вот Давид, когда он был в пустыне иудейской. Псалом это молитва. Давид записал молитву. Давид записал то, что было в его сердце. И мы читаем. Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой. Заметьте, в земле пустой, в земле иссохшей, безводной. Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя в освятилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей. Во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя. И радостным глазом восхваляю тебя уста мои. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей. Размышляю о тебе в ночные стражи. Ибо ты помощь моя. И в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя. Десница твоя поддерживает меня. Слава Господу. И также еще зачитаем из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 13 стиха. Если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю. Да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Слава Господу. Благая вещь в том, что через Иисуса Христа мы входим в совершенно новые взаимоотношения с Богом. И мы не просто становимся религиозными или набожными, знаете, что вот я верю в Бога, я хожу в церковь. Что-то происходит в тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего личного спасителя. Что-то происходит, когда мы приходим к Богу через Иисуса Христа. Библия говорит, что Дух Святой – это Дух усыновления. И заметьте, что Иисус говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Аминь. Потому что это одна из последних бесед Иисуса со своими учениками в Его земной жизни и Его земном служении. Через некоторое время Он должен был быть распят на кресте. И ученики переживали по этому поводу. Потому что три с половиной года они ходили с Господом. Они видели, как Он исцеляет больных. Они видели, как Он творит чудеса. И в любой ситуации они могли полагаться на Него. Но вот момент, когда они понимают, что Он должен уйти от них. И они задают Ему разные вопросы. И Иисус говорит им, не переживайте. Я иду к Отцу, но придет Утешитель, придет Дух Святой. А Дух Святой – это Дух усыновления. И Он говорит, я не оставлю вас сиротами. Вы знаете, Бог, Он хочет, чтобы мы на самом деле были освобождены от этого сиротского мышления. От этого мышления, знаете, что Бог далекий, что Богу нет для меня дела. Во Христе Иисусе Бог становится нашим Отцом. Не отчимом, а отцом. Написано, что мы не просто рождены по плоти, но мы рождены от Его Духа. И мы становимся Его детьми. И тем, кто рожден от Его Духа, Он дал власть быть детьми Божьими. Аминь. Поэтому это очень важно осознавать, что мы Его дети, Его сыновья и Его дочери во Христе, что мы усыновлены. И знаете, отец и сын – это очень сильные взаимоотношения в идеале, как это должно быть. То есть, Он наш отец, мы Его дети. И отношения означают или предполагают причастность к чему-то. И вера в взаимоотношения – это дружба. Вера в взаимоотношения – это дружба. Библия говорит, и назвал Бог Авраама своим другом. Назвал Бог Авраама своим другом. Авраам поверил Ему. Авраам ходил с Богом. И назвал, заметьте, что не Авраам назвал Бога другом. Мы можем называть Бога другом, но как важно, чтобы Бог назвал нас другом. Чтобы Он назвал нас. Так же, как однажды Иисус сказал своим мужчинам, я не называю вас уже рабами, но я называю вас друзьями. Аминь. И поэтому, когда мы приходим к Богу, очень важно, чтобы наша цель, наше видение, наша просто мечта, желание и понимание, что моя цель жизненная – это строить и постоянно возрастать во взаимоотношениях с Богом. То есть познавать Бога. Познавать Бога. Познавать Бога. Когда невидимый Бог становится настолько реальным, Он становится намного более реальным, чем все обстоятельства, чем все видимое. Аминь. Давайте мы сейчас посмотрим Евангелие от Иоанна, первую главу. То есть моя тема, как я уже сказал, как построить взаимоотношения с Богом. И не просто как построить взаимоотношения с Богом, как строить взаимоотношения с Богом по Его Слову. Потому что мы не можем познать Бога чувства. Знаете, что чувства изменчивы? Мы не можем эмоционально познать Бога. Я верю, что Бог и Божье присутствие, они приносят определенный черт. Помните, сказано в Деянии, чтобы искали Его, не почувствуем ли Его, то есть не сможем ли мы ощутить Его, не ощутим ли Его. Но тем не менее, взаимоотношения с Богом, они не могут базироваться на чувствах, они не могут базироваться на эмоциях. Вот, когда у меня сегодня, например, все хорошо, радость, знаете, вот значит Бог со мной. Потом что-то, кажется, поменялось. Знаете, чувства, они изменчивы. Чувства, они меняются. Но Слово Божье, оно никогда не меняется. Поэтому ни чувствами, ни эмоциями, но если мы хотим иметь успех с Богом, если мы хотим иметь успех в вере, вот Слово Божье, это единственное основание. как я могу познать Бога, которого я не вижу. Он явил себя через Своё Слово. Евангелие, это она, первая глава. с 18-го стиха. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Со мной вы? Слушайте, Бога не видел никто никогда. Друзья, если мы будем строить свою веру на чувствах, на эмоциях, это заведет нас в тупик. Мы не можем почувствовать Божье прощение, мы не можем почувствовать Божье исцеление, прежде чем мы не примем это. Но если я принял верой, я утвержден на Слове Божьем, тогда это проявится в моей жизни. И Библия говорит, что мы ходим верой, а не видением. То есть, что такое видение? Есть видение, духовное видение, а есть видение, это то, что я вижу. И Библия говорит, мы не ходим и не строим свою жизнь в зависимости от того, что мы видим, или в зависимости от того, что мы чувствуем. Но мы живем с Богом верой. Помните, когда ученики в шторм плыли, в лодке, и они увидели, что Иисус идет по воде, и Петр сказал, Господь, если это Ты, повели меня идти, тоже пойти по воде. Иисус что говорит? Иди. И Петр вышел, он пошел по воде, но дальше сказано, что когда он увидел волны, и увидел ветер, испугался и начал тонуть. То есть, вначале он поверил, и он пошел, но затем его взгляд переключился на видимые вещи, которые его испугали, которые принесли страх, и он начал тонуть. И вот эта постоянная борьба будет в нашей жизни идти между тем, чтобы жить верой, полностью полагаясь на Бога, ходя в покое, ходя в радость. Потому что дьявол хочет украсть радость, и дьявол хочет украсть покой. А Библия говорит, что входим в покой, мы уверовавшись, если я верю, я в покое. То есть, я вхожу в покое. И познавая Бога, мы входим в покое. Потому что мы учимся полагаться на Него. Итак, смотрите, Бога не видел никто никогда. Бога не видел никто никогда. Но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, Иисус Христос, смотрите, простая истина, Иисус Христос явил нам Бога. Практически, можно так сказать, что Иисус Христос это видимое проявление невидимого Бога. Иисус Христос это видимое проявление невидимого Бога. Если я хочу задать себе вопрос, какой Бог? мне надо открыть Библию и прочитать про Иисуса Христа. Что Он делал? Что Он говорил? То есть, видя Иисуса Христа, мы познаем Бога. А жажда это движущая сила в построении взаимоотношений с Богом. То есть, да, Бог сегодня, смотрите, Бога не видел никто никогда, но через Новый Завет, через то, что Иисус Христос пришел в этот мир, Бог как бы открыл себя людям. Бог сказал, вот я, вот я такой. Потому что люди себе придумывали Бога. Но пришел Иисус Христос, и Он явил Бога. Но жажда к познанию Бога. Знаете, дьявол, он хочет украсть жажду. Мы можем сидеть в интернете, мы можем какими-то делами заниматься. Друзья, ну как важно, чтобы мы возбуждали себе вот эту жажду по Богу, по познанию Бога. То есть, жажда, поиск Бога. Как Давид говорит, что в пустыне, в земле иссохшей, пустой. Я искал тебя, чтобы видеть твою силу, чтобы видеть твою славу. Знаете, духовный закон, что жаждущие будут насыщены. Да? Вот если ты жаждешь силы Божьей, Бог проявит свою силу. Давид говорит, чтобы видеть твою славу, твою силу, как я видел тебя во святилище. Вы знаете, мы должны, наверное, где-то возрешеновать по Божьей силе в своей жизни. И возненавидеть вот эту, знаете, естественную такую человеческую слабость, когда мы в такой слабости. Хотите, Господь, я хочу, чтобы ты явил свою силу в моей жизни. Итак, как мне узнать Бога? Познавая Иисуса Христа. Еще раз откроем Евангелие Теяна 14 глава. Познавая Иисуса Христа. И Иисус это единственный посредник между Богом и человеком. То есть, Иисус единственный посредник между Богом и человеком. И Иисус Христос, Он явил нам Отца. Поэтому мы знаем, что не Мухаммед путь к Отцу, не Будда путь к Отцу. Иисус, не знаю, это необычусь. Иисус. сказал ему, я есмь путь и истина, и жизнь. Смотрите, я есмь путь. Я есмь истина, я есмь жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть, никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Мы не можем познать Бога другим путем, никаким другим путем, как кроме через Иисуса Христа. Он явил нам. Если бы вы знали Меня, смотрите, что Иисус говорит, если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Итак, Евангелие Тайна 1 глава написано, что Бога никто никогда не видел. И теперь Иисус говорит, что отныне вы знаете Отца, и вы Его видели. Потому что Иисус явил отца. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам отца и довольна для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Послушайте, какая мысль. Иисус говорит, что вы должны верить, что отец во мне и я в отце. Другими словами, вы должны, смотрите, верьте мне, что я в отце и отец во мне. То есть, когда мы видим Иисуса, Иисус говорит, верьте мне, что я открываю вам отца. Каким образом? По моим словам Иисус говорит и по моим делам. То есть, когда мы видим, что Иисус делал и что Иисус говорил, это воля Божья. Это Он открывает нам отца. Кто-то спросит, а есть ли воля Божья, чтобы Господь мне помог? Есть ли на это Его воля? Если Иисус это делал, значит, есть на это воля Божья. Колоссянам, первая глава. С 13-го. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Итак, мы уже избавлены от власти тьмы. И мы уже введены в царство возлюбленного Сына Божьего. То есть, мы рождены свыше. Иисус является нашей праведностью. Иисус является нашим спасением. И мы уже, друзья, мы должны вот это мышление иметь, что мы уже избавлены от власти тьмы. Мы уже освобождены от власти тьмы. И когда дьявол желает нанести какой-либо ущерб, какой-либо урон в твоей жизни, это незаконно. И мы должны противостоять дьяволу твердой верой. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Теперь, смотрите, 15-й стих. В котором есть образ Бога невидимого. Иисус, который есть образ Бога невидимого. Рожденный прежде всякой твари. То есть, Иисус посредник, и Иисус открывает нам Бога. Поэтому, изучая жизнь Иисуса Христа, мы как бы познаем Бога. Мы познаем Бога. Евреям 10. Евреям 10 глава, первая половина первого стиха. Закон, имея тень будущих благ. Вот эти закон, Ветхий Завет, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. То есть, закон является дедоводителем по Христу. Все эти заповеди, которые... Вы знаете, 10 заповедей, это заповеди вечные, они не зыбливые. Но было еще много заповедей. В Ветхом Завете было 613 заповедей. Одна из целей заповедей... Одна из целей. Показать человеку его греховность. То есть, показать человеку, что человек не может соблюдать заповеди, у него нет силы соблюсти весь закон. Понимаете? И поэтому написано, что закон был дедоводителем ко Христу. Вы знаете, человек, пока он не понял, что он тонет, ему не нужен тот, кто его спасет. Пока человек не понял, что он грешник, ему не нужно спасить. Поэтому Бог дал эти заповеди. Для чего? Для того, чтобы доказать человеку, что человек не может сам себя спасти. Да, можно делать добрые дела. Поэтому я сказал, что все религии, они не решают главного вопроса человека с Богом. Это вопрос греха. Все пытаются, все религии пытаются найти Бога по своему пониманию, по своему разумению. Угодить Богу. А Библия доказывает, что человек угодить Богу не может своими делами. Человек угодить Богу может только верой. И поэтому Христос спаситель, а закон дедоводитель ко Христу. То есть, закон как бы взял меня за руку и сказал, ты не можешь сам себя изменить. Ты не можешь сам себе помочь. Но я покажу тебе спасителя. И закон привел меня ко Христу. Теперь я принимаю Христа и говорю, Господь, я не могу себя спасти. Я нуждаюсь в тебе. Ты мне открываешь Бога. Закон имеет тень будущих благ. Тень будущих благ. Помните, что в Ветхом Завете была скиния. Там был внешний двор. Там было святое. И было святое святых. И между святым и святое святых была завеса в храме. Да? И люди, которые... То есть, и во святом святых было Божье присутствие. Присутствие Божье было во святом святых. И только один раз в год первосвященник имел право входить во святой святых. Это был прообраз Христа. Но завеса отделяла святое от святого святых. То есть, сколько бы люди ни старались, приносили жертвы, пытались соблюсти все правила закона, но вот эта завеса, она отделяла человека от Бога. Но когда Христос висел на кресте, Либер говорит, завеса в храме что? Разорвалась. То есть, потому что Христос это путь к Богу. Теперь путь к Богу открыт через кровь Иисуса Христа. Аминь. И теперь мы уже не просто во святом святых стоим и думаем, что же там происходит. Мы имеем возможность приходить в Божье присутствие через Иисуса Христа. И, друзья, мы должны этим ценить, это понимать и, как я уже сказал, быть освобожденным от этого сиротского духа, от этого сиротского мышления. Иисус сказал, я не оставлю вас сиротами. Я вас усыновлю. Я пошлю дух усыновления. То есть, Иисус посредник между Богом и человеком. И теперь я могу смело входить в Божье присутствие. Неважно, чувствую я этого или не чувствую. Но в тот момент, когда ты говоришь, Господь, Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа, в этот момент ты оказываешься перед Божьим престолом. В этот момент ты оказываешься перед Божьим присутствием. И вот это осознание, оно очень важно. Что я не просто пытаюсь достичь Бога. Я не просто как бы домогаюсь Бога. Это то, что делали люди в Ветхом Завете. Но в новом Христос уже за меня пострадал. Для того, чтобы я мог входить к Богу посредством Его крови. Завеса разорвана. Амин. Смотрите, Иисус – гарантия моего доступа к Богу. Это очень важно осознавать, что Иисус – гарантия моего доступа к Богу. Поэтому, когда я обращаюсь к Богу через Иисуса Христа, неважно, как и что я чувствую, Бог меня слышит. Бог тебя слышит. Бог тебе отвечает. Амин. Давайте еще посмотрим несколько мест в Писании, будем молиться. Ефесянам 2-го. Сегодня это вступление. Я вложу основание, потому что я хочу несколько воскресений говорить на эту тему, как строить отношение с Богом. Но прежде мы должны заложить это основание, что Христос – моя праведность. Что через Иисуса Христа я прихожу к Богу. Что Он – мой доступ к Богу. Иисус – гарантия моего доступа к Богу. Неважно, как я себя чувствую. Даже неважно, что я сделал. Я могу приходить к Богу и просить прощения. Вторая глава Ефесянам. Пятнадцатый стих. Упразднив вражду плотью своею. Давайте скажем, упразднив вражду. Смотри, что Христос сделал. Он упразднил вражду. Человек враждовал с Богом. Во Христе мы примирились с Богом. Вражды больше нет. И в одном теле, 16 стих, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через Него, смотрите, через Него, через Иисуса Христа, и те, и другие, имеем доступ к Отцу в одном духе. Ты всегда имеешь доступ к Отцу. Имеешь доступ к Отцу. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Друзья, разве это не сильно, что мы свои Богу? Мы, он называл нас своими. Вы уже не чужие, но вы уже свои Богу. Поэтому, Библия говорит, что мы должны обновлять свое мышление. То есть, преобразоваться посредством обновления мышления. Мы должны размышлять над этими вещами. Мы должны думать над этими вещами. Мы должны постоянно погружаться в эти вещи, что я уже не чужой. Я свой для Бога. Знаете, что такое посредник? Если когда либо кому-либо необходимо прийти к какому-то высокому лицу, он ищет посредника. А посредник это кто? Не просто посторонний человек, это тот, который знает то высшее лицо, где тебе надо решить вопрос. И ты идешь к посреднику и говоришь, ты знаешь, я не знаю этого человека, но ты знаешь, поговори за меня с ним. Правильно? Так же и так же и мы пришли к Богу через Иисуса Христа. Он как посредник. Он принес отцу свою кровь и сказал, вот это выкуп за за этого человека. То есть, он примирил, убил вражду. И теперь, через Иисуса Христа, мы всегда можем приходить в присутствие Божьего. Евреям 10 с 19. Итак, братья, имея дерзновение или имея смелость, входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть, плод Своего. Заметьте, который Он вновь открыл. Потому что, когда Бог создал Адама, Адам имел это, он приходил к Богу, Бог приходил к Адаму. Но из-за греха произошел разрыв отношений человека с Богом. Но Иисус Христос, Он вновь открыл. Вновь открыл этот путь, эту дорогу. И, имея великого священника над Домом Божьим, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Бог верен. И римлянам 10, ибо будем молиться. С 9. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, заметьте, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, ты скажешь, как мне знать, что я могу приходить к Богу, как мне знать, что я усыновлен Богом, если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господа. Иисус, ты мой Господь. Иисус, ты мой Спаситель. И сердцем твоим верует, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Элином, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Библия говорит, нет различия. Бог не лицеприятель. Нет различия. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий имеет доступ через Иисуса Христа. Каждый человек через Иисуса Христа становится своим Богу. Мы усыновлены. Продолжение следует...